привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это масс-эффект 2 легендарное издание итак друзья мы на или уме и мы у дверей в офис лиары шепард волнуется я волнуюсь как при первом свидании но прежде чем идти к лиаре прошу я так думаю что я все-таки решилась и пойду-ка я куплю себе броню потому как вы мне писали что да это броня лучше в игре броня кестрель и на самом деле ну скажем так мы можем наверное себе ее позволить она 6600 6666 хорошее число но тем не менее хорошо предположим 7000 и 8000 это 16000 плюс 5 это значит 21000 еще 5 это 26 и в батарее в общем тридцатка 31000 и собственно говоря давайте так и сделаем мы покупаем броню почему да потому что нам в принципе сейчас действительно надо будет идти на операцию мысляры встречаемся для того чтобы во первых узнать у нее по поводу юстициара и по поводу второго не помню как его зовут короче второго члена команды которого мы можем взять да так вот что у нас остается 179000 при этом ну не так плохо не так плохо силы абиатического удара модуль обхода урон технические это все уже такие довольно большие деньги пока что мы это все оставим так мы все приобрели и что мы делаем мы с вами да 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 покидаем пока что или ум возвращаемся на корабль сейчас мы все это поставим и потом уже пойдем кляре а заодно посмотрим у нас мы можем взять еще троих членов экипажа мне интересно ли арома что-то мне подсказывает что ли раз нами не пойдет потому как ну по крайней мере на обложке обложке не было ли ары на обложке было вот этот юстициар это другая азарь и насколько я поняла тоже биотик алиар и не было сожалению знаю значит ли что мы с ней сейчас разосрёмся на тем не менее давайте вернемся на корабль у нас еще рыбки тут в кармане кроме рыбок в кармане или у меня новые рыбки не вздумая загубить кроме рыбок еще модельки корабля поэтому дают капитаном бегом сейчас мы с вами переоденемся вот они вот они новые рыбки они конечно не такие классные как предыдущие но давай-ка мы их покормим всякий случай чтоб на насколько там келе у нас их будет кормить я не знаю такое количество еды мы им бросаем тут можно было знаю племенных бычков вырастить так ага и вот у нас добавились модельки балка что нельзя как-то так вот осмотреть этот стеллажик с модельками можно так это личный терминал ну ладно это все хорошо а меня интересует броням давай-ка приберемся к броне так это дракона это штурмовая цербер идти новая инфи подожди а где-то которую мы купили или и еще как-то надо это си новая меня обманули что ли так хорошо подожди шлем респиратор шлема нет разведчик вот шлем кистрель а то есть мы на вот это вот броню одеваем все остальное так ладно хорошо грудь пишет традиционного прозрачного щитка увеличивает рон в голову перестрелки щит на 3 так а что у нас может зря я купил этот кистрель что у нас до этого было вот этот визор увеличен от попадания в голову и все да выглядит он конечно получше ну ладно мы идем на дело поэтому все таки давай одеваем шлем так что у нас нагрудником и дикий стрель рукопашная перестрелка щит а это генерация щита уменьшается на 10 процентов так плечи стрель или кистрель щит на 8 рукопашка впечатление что все для рукопашки но я особо то это конечно броня больше для солдата ну так вот эти рукавицы у нас что увеличение щитов а стрель у нас кистрель но тоже щиты рукопашка и урон в перестрелке ладно что с поножами щит на 8 а здесь щит на 3 но всяко лучше да так а и запас боеприпасов вот это отлично ноги вообще просто это просто топчик и все что ли материал на здесь очевидно менять не может как-то какое-то все блестящее не хочу пускай будет такое оттенки уже можем менять ой розовенький зелененький какая-то гадость давай оставим как было у нас было такого благородного красного цвета и не 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 только не такого вот ну и наверное хорош такой узор в этом понимании у нас будет а ничего не будет цвет узора а не стою а черный есть лето и есть черные давай синий оставим так как мы выглядим ну чё хочу сказать круто наверно и главное что я надеюсь что это принципе нам поможет единственное что давайте-ка я еще на со шлемом разберусь и так что он нам дает урон от выстрелов урон в перестрелке и щит на 3 до а если мы уберем такой урон от попадания в голову щитов при этом он не дает поэтому как бы мне не хотелось видеть чудесное лицо шепарда я все таки оставлю наверное ему это его стандартный шлем до здоровье повышает на пять процентов или не очень хотя сюда он тоже неплохо вяжется по мне ладно ставим так жалко что не видно глаза ну я так думаю что будем ходить как говорится все давай применим шепард будем ходить в помещении то мы без шлема насколько я понимаю да так ну вот все вроде рыбки накормлена здесь все сделано можно уходить уходить у это уходить так информативный центр поехали теперь так еще раз из модификации я просто уже не помню что то еще у нас есть нет оружием все что можно броня и на счеты надо да может быть нам еще in сил интенсивно подготовиться дополнительную способность давай-ка мы интенсивно подготовимся ага уникальное умение членов отряда так барьер дар луна нервный шок граната да нервный шок кстати неплохая вещь по моему для органической то это самое это у нас есть вроде как щит вот нервный шок мне нравится а ну ка это уши правда что ли получено умение сделал потратили мы кучу нулевого элемента я так и не поняла что мы сделали то я посмотрим да 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 ну вот наш шепард ада ему добавили ах мы себе добавляем нервный шок ой вот это наверное я зря конечно делаю я думала что мы всем добавляем но нет себе ну ладно есть и есть как говорится пусть будет мы себе так или иначе будем качать заморозку до четверки а то мы сейчас шепарда нашего сделали прям биотиком биотик поехали обратно на или ум все кляре мы полностью готовы к встрече с ней или ум наемного убийцы вот кто у нас 2 кого мы должны завербовать и вот они вот эти двое так мы берем с собой рано вот надо такого убийственного взять гарус у нас с нами бегал бегал это я джейкоба не беру но как-то джейкоб у нас патроны притяжения надо взять товарищи которые к нам уже лояльно лояльно у нас что к сумме эти к сумме я хотела взять значит я ее и возьму так а вот кого еще джек вы не любите когда я джека беру круга на как-то и знаю ордена плохо когда большой выбор не знаю знаете что давайте я все-таки оставлю миранду и оставлю к сумме да вот как вот мы ходили как мы пойдем так здесь у нас ничего не меняется здесь мы все уже делали пошли здесь оружие тоже все у нас ничего нового нет да да именно таким вот составом мы блин шепард сними свой нет о друзья прошу прощения нет ну что что в шлеме то дурында ты картоновая возвращаемся на нормандию к черту ты пойдешь сейчас встречаться с лиары и будешь в этом шлеме своем кофигу защиты и бонуса сейчас мы переоденемся я дико извиняюсь за все эти проволочки ну я же думала что он снимет этот шлем дурацкий свой а он в нем дебилушка спрятался чтоб глаза были невиды почти за одну опять рыбок покормишь я сильно подозреваю что мы просто какую-то кормежку пропустили вот они и сдохли корми рыб и здесь снимай свой шлем быстро броня чем где-то же было где-то же была функция где можно было без шлема ходить или это было в первом вот остаешься в визоре или в визоре а что кстати у нас вот этот шлем дает здоровье повышает да на 5 ай ладно одевай свой визор все конечно конечно это неудобняк потому как идти на миссии хотелось бы конечно в полном комплекте так давай быстрый информативный центр понятное дело все полчаса мы переодевались как барышня перед свиданием но в принципе так она есть только что мы не барышня тогда миранда косуме эти косуме а ты либо черненькая либо красненькая давай красненькая да 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 так все здесь у нас сделано поехали ну вот другое дело а то ж черт знает что и не сюда давай быстрее пустили кучу времени и дан правим детишкам скафандра купил теряет там теряет заряда ты рехнулся так ну все где вы там бежим делаем сохранку на всякий случай сейчас нам ляра по щам хрясь хрясь так f5 вот поехали тебе доводилось видеть каш команда сазари немногим людям выпадал такой шанс давай все простим или ты мне заплатишь или я сделаю с тебя шкуру заживо силы мысли шепард миксерис отложим мои звонки ну наконец то вот чтоб ты сейчас делал если ты на себя шлем был было бы более чем глупо ляра а как то так она не донесли что тебе удалось выжить но я не верила как приятно видеть себя снова донесли вообще-то тебя есть свои источники немного источники информации контакты даже парочка громил на всякий случай с тех пор как ты ну в последние два года так и зарабатывала на хлеб а теперь ты возвращаешься чтобы пострелять с коллекционеров потому что так хочет сервер давай попробуем если ты знаешь все это ты должна знать что я захочу тебя пригласить но мы не могу шепард прости у меня здесь обязательства нужно кое-что уладить что такое у тебя там что за дела неприятности нет никаких неприятностей но два года затянулись очень долго пока тебя не было и я не сидела на месте мне нужно рассчитаться со многими долгами послушай если ты хочешь мне помочь что мне нужен специалист по взлому которому я могу доверять как раз с нами косуны по моему если ты сможешь отключить систему безопасности ключевых точках по периметру или ума то сможешь добыть нужную информацию это очень мне поможет так что там такое происходит вот это зал а чем идет речь или арат и мы не можем просто поговорить думаешь не само этого не хочется шепард дело в том что ну это или он скорее всего мои слова записываются так кроме меня что никому взломать терминал будет сложно зачем я тебе никому не доверяю ты не получишь данные просто взломав узел системы безопасности этим ты только вызовешь небольшой сбой за короткий промежуток времени тебе придется найти локальный сервер который на время тебя остановит я сниму защиту со своей системы за этот промежуток можно будет импортировать данные мне так слушай подожди чуть как-то это очень сложно звучит но я попробую что-нибудь сделается наверно если это поможет я позабочусь когда ты отключишь одну точку где-то поблизости на короткое время станет доступен сервер если поторопишься то сможешь скачать с него данные спасибо шепард благодаря этому я отдам очень большой долг так друзья как и прежде я говорила голос у меня не очень записываю серии еще говоря не совсем поправившись поэтому буду кашлять поэтому прошу прощения сразу заранее чтобы каждый раз не извиняться за то что хриплю так мне надо узнать по поводу самара здесь на илиуме есть азари по имени самара ты знаешь где можно найти самара да она недавно прибыла на и зарегистрировался старшего смотрителя дары ищи дару в транспортном центре по моему мы ее уже видели а за ней следили зачем самаре регистрироваться у старшего смотрителя на что преступница нет скорее всего наоборот самара юстициар представитель древней секты воинов азари дара может рассказать об этом подробнее так а что по поводу тайна я ищу тайна крест он должен быть здесь на илюми да да он прилетел пару дней назад по сведениям из моих источников ему вероятно заказали одну даму из корпоративной администрации на сану он контактировал с сириной ее кабинет в грузовом этаже возможно она скажет себе где искать креса и это знала я очень хорошая торговка информация шепард мир интриг очень похож на территорию археологических раскопок главное отличие трупы до сих пор воняют ну да вообще-то ляра так резко переквалифицировалась теперь она торгует информации а до этого была собственно говоря исследовательница археолог интересовали совсем другие вещи я ошиблась предыдущей серии говорят что 10 лет не 10 лет показалось что 10 лет прошло прошло два года ладно хорошо спасибо за помощь это все что мне было нужно конечно если я могу чем-то еще помочь скажи так по поводу серого посредника пока не будем и сама то как вообще продвигается твоя собственная работа всем нужна информация шепард хочешь знать почему я не бросаю все и не бегу с тобой мне нужны эти данные можно говорить о дружбе о доверии но на или у меня все по-другому сообщи мне когда взломаешь терминал и сделай это для меня и мы поговорим давай понятно давай пока поговорим позже так значит это у нас серийно это по поводу юстициара транспортный отдел или там взломать охранные терминалы найдите охранные терминалы взломать узнаете чем можно помочь лиаре это мы узнали где искать эти терминалы а ну-ка дай камни карту защитная системе гейтвей это вот это вот так подожди просто очень много всего набрали так джек логова посредника коллекционеры лиара взлом системы найдите охранные терминалы взломать их затем найдите необходимые данные передать и лиаре ну вот наверное больше не вижу где это может быть да пошли давай быстрее можно шевелиться шепард нет это мы опять в бар пришли кстати по поводу бара ну наверно сейчас не время ладно потом придем я на записи заметила что когда мы выпили эту штуку то таинственный напиток или что-то в этом роде что-то изменилось поэтому пока не будем торопиться а посмотрим правая или нет когда мы освободимся как торговец с тобой мы уже вроде как говорили да рада снова видеть ваша скидка все еще действительно так а что за особый товар стежи схемы так именно здесь то мы и закупились наверное за того что скидка поэтому так у нас тут броня в принципе в принципе довольно дешево получилось окном надо через склад и так понимаю да тем не менее эти технологии которые там вот это вот уже важная информация для семьи кироса но и опять нас она нас она это персонаж у нас было из первого масс эффекта а мы помогали ей ну типа найти сестру оказалось что сестру она не особо собиралась искать а собиралась ее просто убить чем и преуспела с нашей помощью опять же но это было в первом и насколько сюда у нас перенеслось не перенеслось а твой отец батареальность вот это выпад мой отец меня очень любил а ты ты такая чистокровная хочешь сказать а твой отец батареальность а ты чистокровная какие они тут расисты так тем не менее с оружием защитная система так нет это защитная система это магазин а где мне искать эти-то терминалы для ляра да это вот как которую бешеных денег стоит которая мне никогда в жизни не хватит кредитов слушал вот это чё почему мы не взяли накладки усилители умениями урон увеличивается на пять процентов давай быстро берем ты чё что мы не сможем их сейчас поставить так значит подожди тогда для ляры надо как-то где-то искать может быть где-то вот таких ранчик подходит одинокий стоит нет это сувениры тут мы все купили вот очевидно да давай попробуем нет и белых строчки две белых строчки где она между оранжевым дальномер какой дальномер а вот оно как происходит все хорошо значит теперь понятно как это это опять сломать терминал а дальном давай-ка сразу посмотрим где может быть дальномер у нас тут вон там есть одна такая штука наверняка туда нас повезет давай попробуем блин как это у ляра как это все противника у тебя так много зеленого посередине фиолетовая вот это что ли так дальше нет бог так ух она вон там но туда я не попаду а вот оно потому что взломать так еще и дальномер шепер давай шевелись нет это не оно так это было третье вот наверное четвертая да люблю я такие задания ужасно я вот этот взлом ужасно не люблю так белая это вот вот давай дальше зеленая фиолетовая где она зеленая фиолетовая где же нет это что ли нет где-то там наверху шепард беги быстрее что что такая размазнято не бегает быстро шепард это ляра данного меня найди время и приходи ко мне ну конечно же мы пойдем а почему отступник чему мы отступника получили а потому что это нелегально 1 давайте зайдем пляре не знаю насколько повлияло на то что с нами было дали на по-моему она есть технические умения нас принципе шепард сам взломщик большому-то счету так это мы были здесь кляре сюда так ну вот все для тебя смотри как у него тут офис посмотрим да ляра многое изменилось шепард рада тебя видеть спасибо за системные данные вот возьмет конечно мелочь но надеюсь что она окажется полезным помнишь серого посредника добытые тобой данные помогут мне найти хранилище информации его агентов ну да мы помним давай ка еще спросим кто это на меня свалило слишком много всего напомню кто такой серый посредник один из самых могущественных опасных торговцев информации в галактике его личные данные неизвестны никому учитывая его власть это вполне может быть группа работающие под единым именем и чем тебя преследует прячешься от него я могу тебя помочь вообще-то правильная было бы сказать что это серый посредник прячется от меня наше пути пересеклись вскоре после твоей смерти же так с тех пор я пытаюсь добраться до него благодаря добытой тобой информации я подобралась еще на шаг ближе так раньше было невозможно представить себе что ты будешь готова хладнокровно казнить кого-то с тобой случилось я работала с другом прихвостни серого посредника нас поймали мой друг не сумел спастись не знаю мертв он или его все еще допрашивают но его нужно найти и обязана ему жизнь я должна заставить серого посредника заплатить по счетам слушай но если я сейчас скажу пойдем со мной я помогу у нас начнется задание с лярой а мне надо найти моих этих самых если ты пойдешь со мной потому что преследуешь посредника если я помогу себе его найти простите шепард галактики еще немного по-другому и нужно искать засыпки отслеживаться информацию мне нужно работать а на нормандии я не смогу этим заниматься хотя хотелось бы похоже что ты действительно одержима вообще-то и угробила два года жизни на поиску серого посредника ляра это бред ты не знаешь что он сделал и не можешь знать себя же не было в живых после твоей смерти мы все сделали но не будем спорить у меня стало слишком мало друзей я не могу рисковать еще один тебя нужно было кого-то найти а таки говорим позже ляра поможем мы и позже да это как-то печально ляра уже не там я уже не там печально так подожди это опять бар нас все тянет в бар мы с вами не знаете куда пойдем сейчас я посмотрю по журналам для да по поводу дополнительные потом 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 юстициар вот транспортный отдел и так карта транспортный отдел у нас я так понимаю вот это вода грузовые уровни слишком как-то много не все слова свалили на этот или ум я не знаю может быть конечно на цитадели еще больше прямо все в кучу итак вот он транспортный отдел насколько я понимаю да и это серина то спрашивают проявляя уважение встань и поклонись на ладно у меня есть к вам вопроса я рассказала что у вас может быть информация о протеина креса пойдем за ты значит она замени меня сюда да я знаю кто такой тэн крес возможно я давала ему какую-то информацию но не на немало его что вы хотите знать мы хотим знать где он может вы поможете мне найти его даже если я вам помогу остановить его уже не удастся когда он со мной связался я навела кое-какие справки я обеспечила безопасность на санна а потом вдруг узнала что она прикрывает свои темные делишки убивая других когда я выступила против нее она меня уволила ну и сама виновата возможно мне бы удалось удержать тайна от ее убийства если вы здесь работали ты должна представлять какова будет его позиция наемники затмения убийцы с высокими технологиями недостаток дисциплины компенсируется отличная копировка им все равно кого убивать и на ждал очень горячий прием я рассказал ему все что знала он был совершенно спокоен так а что с насаной богатая спекулянтка с дурным нравом она убивала конкурентов государственных чиновников говорят она грохнула даже собственную сестру если кого-то и стоит убивать так это ее на самом деле да 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 вот о чем я вам говорила про эту насану на сено здесь она насана так короче где он башни dance us penthouse 1 башни и там есть вторая башня не достроена если ты им достаточно умен он войдет через нее так а у вас есть доступ нас она просто меня не впустит просто так она не настолько осторожно я могу вас провести но у вас будет всего один шанс стоит подготовиться получше еще что-нибудь от айни немного он говорил что это убийство не ради денег никто его не нанимал я хотела знать кому помогая он сказал что это работа выполняет в одиночку что ему нужно восстановить равновесие в природе не знаю возможно он псих если он убьет на сану она на причины мне будет плевать вы предлагаете помощь просто так без подвоха вы будете искать стейна наемника нас она постарается вас остановить вы хотя бы отвлечете ее охрану от пейна это поможет я не нанимала его для убийства нас она но когда она получит все что заслуживает я плакать не буду понятно в общем-то ты говорится у тебя ручки чистая для тебя все сделают а тебя ты то в общем то тоже и лучше будет так ладно пирт побери нам бы сначала взять в наши ряды азаре новую и потом уже с ней идти на ты на спасибо пока что рано я буду ждать но не опаздывайте так вот это тэйн и стейном я так понимаю если мы там будем против нас она и так далее нам на поддают а где мне искать подожди вторую вот здесь по моему было до вовсе слежения там я помню что тут сидела тетка которая с нами не хотела говорить вон она вот наверное нам как раз к ней надо звездные карты кстати по поводу звездных карт возможно что вы мне что-нибудь уже и написали ну да вот это звездные карты давайте купим рида они 500 стоит ну что делать ну давай купим и лос потратим 2000 ну нормандию надо будет на нормандии посмотреть что они дают окей-окей-окей да 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 мы все приобрели итак дара чем вам помочь мне нужно самара боится сазаре и зачем минутку у вас проблема или или она уже кого-то убила да я просто хочу поговорить успокойтесь я просто хочу с ней поговорить ладно хорошо самара на моей памяти 1 истициарно и люди пару часов назад она отправилась коммерческий космопорт если хотите попасть туда вызовите такси при помощи главное повежливая с ней и сусары воплощают наши высокие законы и обычно не покидают пространство азаре она не привыкла к общению инопланетянами а куда она направилась как я уже говорил она отправилась на космопорт можете вызвать такси у кедестала вон на том балкончике а че ты так за нее беспокоишься тем кто уважает закон бояться нечего и ссор не задумалась отдаст не задумываясь отдаст жизнь но кодекс предписывает им останавливать нарушителей закона обычно с применением смертельных мер она или у меня все и так или иначе нарушают закон если бы кто-то попробовал ее подкупить она была бы обязана пристрелить взяточника дело чести надеюсь этого не будет да так она тут просто как говорится как по минному полю ходит на вашем то или уме почему вас так волнует ее контакты с другими расами если истицар убивает азаре мы не задаем вопрос от но если она убьет человека думаете альянс отнесется к этому с пониманием и уважением к его авторитету вы собственно дипломатический инцидент который вот-вот произойдет понятно короче ясно расскажи мне о стесарах это монашеский орден он оказал отказа они отказались от своих семей и личного имущества большинство из них есть какая-то далеко идущая миссия но они в любой момент могут прерваться для искоренения замечена несправедливости чем-то они схожи похоже на спектр с их личными миссиями а кто ими руководит спектры представляет совет а кого представляют юстициары да это что-то я не знаю подходящий человеческая метафора они олицетворяют свой кодекс наш кодекс это скорее религиозное объединение а не юридическая организация ни одна законопослушная заряд если царом не становится ради личной выгоды и они скорее умрут чем нарушить свои обеты даже так что бывает удачи с царом постарайтесь ее не злить дело в том что можно было вызвать такси здесь я хочу вызвать такси как бы можно вызвать вот где-то вот отсюда вот да это швот пункт вызова такси где работа так поехали красненькое такси я думала мы пойдем нам покажут как мы садимся как нам предлагают выхладительные напитки а о как я но мы не видели девчонок в бои в бою они просто со мною бегали поэтому так и пойдем теперь черт возьми шепард мы тебе можем что-нибудь там поменять мы же тебе эти налокотники какие-то там приобрели отступник у нас вот заполнился бы хотя бы на вот до сюда чтобы у нас появлялись реплики которые могут еще и помочь с продвижением отступника они так появляются значит как-то редко и я пытаюсь в принципе не использовать вы мне говорили что лучше конечно героя примут по сама не хочу качать я не знаю как у нас получится примут по сама не хочу но посмотрим а пока что мы летим за детектив ты куда я везу товар на омегу додакции вам придется задержаться до сих пор пока я не расследую я не имею к нему никакого отношения это все проклятые громилы наемники жертва была вашим деловым партнером исключить вашу заинтересованность ее смерти я не могу этот юстицар здесь появился все знают они в любой момент могут свыкнуться и начать убивать нужно уходить она карает лишь нарушить или нарушавший кодекс вам нечего бояться пинефор если понадоблюсь я на станции а тут и мы такие красивые это было шлем одеть на сей-то раз расспросить все окружающих о самаре красивые девчонки со мной как пинефор и пинефор что там с тобой не так а ну-ка расскажи мне смотри с ним чего вам еще у меня и так нахвастились от наемники они грохнут меня так же как и моего напарника хватит меня проблем и ладно бы только это но сегодня утром ко мне представьте и заявляется самый настоящий ютюс китар азаре до смерти пугает всех местных нужно как-нибудь турнуть ее из этого мира почему все так нет она что-то натворила говорят что азаре в бою юстицаром нет равных а стрелять она начинаю стоит им только предложить беззакония чтобы у нас тут учуясь беззакония особо напрягаться не надо вы знаете где она она в аллее где моего партнера убили редактив отцепила весь район так что сперва придется поговорить с ней а что за преступление почему вы думаете что это сделали наемники дак не решил срезать путь пройдя по аллее там то его и застрелили из дробовика мне удалось посмотреть утром его тело убийца использовал самодельные патруны значит он из наемников затмения а почему это ну расскажи ко мне про этих наемников я иногда с ними работаю но предпочитаю открытые места и только с охраны и конечно после того как увижу деньги это сучи сброд даже по меркам наемников они предпочитают красный песок всякую нелегальщину убить смогут кого угодно даже не задумываясь зачем наемником убивать его почему вы думаете что теперь они будут охотиться за вами я не знаю мы ведь простые торговцы но раз они убили его теперь могут охотиться и за мной учет это крутишь гружочек ой что-то ты крутишь прям вот такой честный волос которого убили партнера да ты наверняка его и заказал кажется гибель партнера вас не слишком беспокоил да не куры знал о возможных опасностях теперь я больше переживаю о своей судьбе опасно быть волосом космопорце нос астра особенно волосом по имени пищи нет пор да то есть известны всем известны пикни for нос астры ладно бывает поговорим поговорим мы со всеми поговорим с тобой поговорить нельзя туда не пройти и туда не пускаешь это понятно и тя 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 девки давай посмотрим что у нас тут подожди если этот космопорт ну где тогда наш корабль расписание прибытия вот какой-то корабль стоит очевидно к нему волосы не пускают так немножко распустим уши урианские рабочие а ну-ка обстанет мере папа не признают но здесь заправляют сестры затмения я слышал ты покупать ты покупаешь красный песок у затмения не связывайся кущу красный песок я покупаю затмение ты с ума сошел что ли капа не признают но здесь заправляют сестры затмения сестры затмения значит так тут у нас огорожена лифт закрыт закрыт для посадки на лифте требуется пропуск чиновник космопорта ну-ка давай-ка с ней поговорим ты читал остаться с цесаром детстве думаю это мечта каждой азаре не доверяю я волосы что-то с ним не так да вот и я тоже да вот и я тоже не доверяю не 8 торгует этим самым красным песком давай-ка мы еще попытаем турианского рабочего не кубай редсенции не эклипс 1 очевидно нам сюда да здесь не на что смотреть дожди а где а куда мне а как мне мне нужен пропуск эй алё не надо пройти пустите пустите меня сведения об отгрузке там у нас азаре черт пропуск нужен на лифт наверно надо к лиаре подойти попросить ее о пропуске на лифт а эти меня тут не пустят но делать нечего а больше я не вижу кого а полицейское управление надо зайцев уж просто целое управление у нас это что он на целинчик стырили что у нас тут еще прежде чем разговаривать с кем-то надо все хорошенечко а наш как о чем это говорит это говорит о том что давай посмотрим что у нас к сумме у него палач и цикада ну да в принципе я все уже настраивал это говорит о том что дай-ка посмотрим мы у шепарда тяжелое оружие коллекционера а что у нас еще там есть дуговой излучатель неплох но он идет лучше на синтетиков а здесь синтетиков явно не будет поэтому все так и оставим все так и оставим просто лишний раз проверим и так уйди здесь у нас ничего а где подожди с кем мы здесь можем поговорить что в это полиции с кем а детектив она я вот она то волосы тут и рифтовала хорошее у вас оружие только постарайтесь не используется в моем районе чем могу помочь я еще самару воительницу азары если у вас какие-то разногласия самары лучше решать их другом месте мне и без этого неприятности хватает но нет хамить не будем мне нужна ее помощь мне нужно привлечь самару для выполнения задания после этого мы ее отпустим из цар обычно работают в одиночку но сложные дела их привлекают на все ясно если вы собираетесь убрать ее из моего района то я отведу вас к ней немедленно она на месте преступления выпустите ее на место преступления я полицейские буду всеми силами сотрудничестве с царом кроме того она за свою жизнь повидала преступление больше чем я вы что-то не договариваете похоже здорово озадачена идея убрать самару из вашего округа мое начальство хочет чтобы я задержал и опасается что она может спровоцировать какой-нибудь конфликт но кодекс если царов не позволяет находиться в тюрьме если я попытаюсь она просто меня убьет умирать я совсем не тороплюсь не совсем не терпится так что если придумаете как убрать все подальше по какой-нибудь важной причине прежде чем мне придется исполнить свой долг я с радостью помогу вам очень странно умирать я совсем не тороплюсь мне совсем не терпится очень странно просто не выполняйте этот приказ ваша начальство посылает вас на верную смерть без особой причины у вас есть полное право нужно запомнить на будущее когда шепард снова станет вывязывать нас дважды в день так у меня есть на то причины у меня есть четкая цель не могу сказать подробнее подобное о начальстве она и якобы и знаю свои обязанности мне приказали задержать статья и поступлю если только не заставлю ее отсюда убраться почему это она бесчестно не буду я говорить что она бесчестно просто скажи где и все как мне попасть на место преступления это здесь за углом выйдите повернете налево ищите полицейское загорождение я передам чтобы отпустили будьте осторожны с последнее время на улицах полно наемников затмение и меньше до края мы что-то говорили о месте преступления убит торговец волос тут явно работал профессионал так что не будем обращать внимание на всякое отребье думаю это местная банда наемников затмения доказать не могу но если волос был не чист на руку то это обычная ссора во время заключения сделки что мне нужно знать о наемниках наемники затмения профессиональные убийцы они продают красный песок ведут нелегальную торговлю оружием они контролируют несколько мелких улочек и гнездо я пока не могу найти вы можете рассказать о юсти сара они вроде тех кого люди называют воинами монахами их верования предписывают карать виновных и защищать с невиноватых и виновных они являются частью культуры азаре уже несколько тысячелетий в детстве я читал увлекательная история про юсти царов а ты что думаешь о ней она стала юсти царом при в 3 твоих жизни назад тем бы она тогда не была та личность умерла при произнесении кле клятвы или боишься и присутствие нервирует окружающих азаре боготворят юсти царов но если они обнаруживают подкуп расправа будет жестокой юсти цары никогда не оставляли мир азаре что она здесь делает вряд ли просто расследует убийство продажного волоса то есть у нее тут какие-то еще свои дела а я т.к. ладно мне пора ночным найти самара раньше чем это сделает детектив это точно да 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 девчонки там две какие-то реплики по поводу шепарда и его поведение выкинули надо будет мне подробнее на записи уже прочитать просто это было довольно быстро а ну-ка волос что еще мне скажешь если хотите найти вести цара пусть детектив проведет вас на место преступления только не сердитесь цара пожалуйста дать-ка подумать как же мне выбраться сюда прежде чем наемники расправиться со мной так же как с моим партнером но думаю очага но думай ты могу сказать думы чиновник космопорта там у нас детектив шкафчик для оружия мне против лифта я не знаю нужен мне лифт пропуск слушай мне все таки кажется что нам этот лифт понадобится давай-ка мы еще знаете что сделаем несмотря ни на что у нас стоит такси мы вернемся к ляре и попросим у нее пропуск лифт достану ну что не даст а теперь все а никакого такси шайсы ту на воркуте ладно друзьям на раз нас не пускают в такси не судят ветра закрыта в такси не судят давайте мы здесь с вами остановимся потому что дальше как только мы зайдем за эту оградительную линию начнется череда событий назад из которых уже не вернешься и даже возможно и сохранишься поэтому начнем это все приключения в следующей серии но всем кто посмотрел это скажу огромнейшее спасибо всего вам хорошего и пока 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 пока